Изъяснение, что образ, состоявший в подобии Божьем, первый человек утратил прислушанием, и что впоследствии этот образ восстановлен через нового Адама. Что человек сотворен по образу и подобии Божьей, это в священном писании передано, и для любознательных до известной степени подтверждается научными выводами. Вы, по крайней мере, более усердные слушатели, помните, конечно, что мы начали говорить о том, что выражение по образу указывает преимущественно на господство человека, на его власть над всеми, а рядом с этим подобие означает совершенствование в добродетелях. Но необходимо показать, братья, необходимо уяснить себе, как человек, удостойный большей чести перед всеми созданиями Божьими, мог не спасть от высшей и первообразной красоты Божественного происхождения до состояния бессловесных, до уподобления им. «Будучи по своему началу образом человеколюбивого Бога, человек омрачил себя пороками, ослабил преступлениями и воистину уподобился скотам несмысленным». А каким путем дошел человек до уподобления скотам несмысленным, необходимо проследить на деле. Не с тем, чтобы негодовать по поводу совершившегося, но чтобы найти выход из настоящего положения. Псалом 48, 21. Ведь не то, что мы знаем об Адаме и вся история правцев, все это сообщено нам не для того, чтобы мы хвалили их или порицали, но для того, чтобы мы подражали их добродетели и избегали их злых дел. Сие же, говорит Божественный Павел, написано нам в научении, достигшем последних веков. Итак, первый человек своим прислушанием утратил образ и вместе с тем подобие Божие. «Предал их на попрание бесам и омрачил уподоблением бессловесным». И теперь одних из людей жестокость и тиранство делает похожими скорее на льва, чем на человека, а других и обнаруживаемое ими хищничество уподобляет волку. Так и говорит об этом Писании. «Князья ваши, как львы рыкающие, судьи ваши, как волки аравийские, называя львами людей жестоких и бесчеловечных, а волками хищных и жадных к корысти». Видишь, как человек, созданный по образу Божий, не спал в ряды бессловесных. Итак, когда человек употребляет насилие, он называется львом. Когда грабит, заслуживает название волка. Когда предается нечистым страстям и своими поступками уподобляется скотам, тогда он делается конем. «Кони женоневистовые. Каждый ржет на жену ближнего». Иеремия 5.8 Других опять пороки делают из людей псами. И как именно? Они как псы лают, шумно и беспорядочно, выражая свои удовольствия. Об этом пророчески говорит блаженный Давид от лица Спасителя. «Абудоша мя псы». Какие псы? Сонм лукавых. Охватил меня. Псалом 21.17 Еще иных Писание называет свиньями. Так о тех, которые погрязли в нечистых делах, Господь через вангелиста и говорит, не давайте святыне псам и не метайте бисер ваш перед свиньями. Видишь, какое различие оказывается между людьми и как тот образ, состоявший в подобии Божьем, заменился подобием скотским. И это произошло не по насилию чьему-либо, но по вине самого человека. Писание именно и приписывает падение человека непринуждению какому-либо, но свободной воле того, кто был удостоен чести, но презрел ее человек, который в чести неразумен. Припомним еще далее, если угодно, что некоторых людей Писание за их щитрость, коварство и крайнее лицемерие называет лисицами. В этом, конечно, смысле Спаситель назвал лисицей Ирода, вероломного и двуличного, под личиной благочестия, преданного нечестию. Именно когда Спаситель возвестил кто-то из пришедших к нему, что Ирод хочет видеть тебя, на это святой и великий голос ответствовал. Скажите, лисицы, вот я творю знамение ныне и завтра и в третий день кончаю. Лука 13.32 Скажите, лисицы сей, вместо того, чтобы сказать человеку, исполненному коварство, душе насыщенной ложью, злобой и предательством. Вот видишь, брат, как коварных людей Писание называет лисицами. Поэтому теперь, когда ты будешь говорить вместе с салмопевцем, в преисподней земли сойдут, часть лисовым будут, в салом 62.10, ты поймешь этот намек и не будешь искать для него иного объяснения. А в другом месте сказано, части будут лицемеров, потому что неведущие истины получают часть не с верными, а с лицемерами. Потому и Спаситель, увековечивая эту мысль, сказал о ленивом рабе, придет господин раба твоего и рассечет его пополам, и будет участь его с лицемерами. Итак, лицемера в Писании называют лисицами. До таких-то, братья, неприличных образов и подобий унизился образ Божий. И притом в такой степени, что во всей вселенной, прежде чем воссиял для нее разум благочестия, Писание не находит ничего, что заслуживало бы лучшего наименования, чем бессловесные скоты, гады, дикие звери. Отсюда ясно, почему человеколюбец Бог, желая вразумить верховного апостола Петра, что должен принимать всех приходящих от язычников, показал ему тот удивительный плат, спускавшийся за четыре конца с неба. В нем были всякие четвероногие земные, птицы небесные, звери и гады. А Господь повелел Петру, встань, Петр, закали и ешь. Апостол отвечал на это, «Ничего, Господи, нечистого, не входило в уста Мои». Непоняв он и сказаний, думая, что перед его глазами чувственные предметы, отказывается от вкушения. Соблюдая верность иудейскому обычаю, он говорит, «Ничего, Господи, никогда не входило в уста Мои, скверного или нечистого». На это Господь сказал ему, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». По-видимому, Спаситель говорил апостол о четвероногих, зверях и птицах, показанных в видении. Но апостол Христов Петр отсюда понял, что бывшее ему видение вразумляет его не о птицах или зверях, но о всех язычниках. И в беседе с Корнилием он говорил уже, «Вы знаете, что иудеям запрещается сообщаться с иноплеменниками, но мне Бог показал никого не почитать скверным или нечистым». Видишь ли ты, брат, какие разнообразные унизительные наименования прилагаются к человеку? «И когда опять ты читаешь у пророка Исаии, тогда будут пастись вместе волк и агнец, и рысь почиец с козлами, и телец, и лев вместе будут пастись, и вместе есть будут солому. Вникни в этот образ и уразумей, что не о собрании бессловесных животных он предвозвещает, но об общении людей и о спасении, воссиявшем через благодать всем людям. И когда ты видишь в церкви бедняка, стоящего рядом с богачом, частного человека, сановником, подчиненного с правителем, тогда как вне храма он трепещет его могущество, тогда подумай, что значит слова будут пастись вместе волк и ягненок. Конечно, волком ты назовешь богатого, а агнцем бедного. И почему это? Потому что волк поступает с агнцем так же, как богатый с бедным. И не опуская из виду того, что часто богатый и бедный стоят в церкви рядом, а когда наступает время совершения таинства, богатый сгоняется, как непосвященный, а бедный остается внутри под кровом неба. И богатый не негодует, потому что сам сознает себя чуждым божественных тайн. Впрочем, о божественная милость! Не только равночестность существует в церкви по благодати Божией, но часто и в том случае, когда богатый и бедный стоят рядом по отношению к благочестию, бедный стоит впереди богатого. И ни богатство нисколько не возвышает своего обладателя в деле благочестия, ни бедность не вредит верному, допуская его с дерзновением предстоять святому жертвеннику. 848. Это я говорю возлюбленные об оглашенных, а не вообще о богатых. Подумай, брат, как часто господина встраняется от церкви, и при совершении таинств председательствует верный слуга, удаляется госпожа и остается служанка, ибо бог не на лицо смотрит. Итак, в церкви нет ни раба, ни свободного, но того писание признает рабом, кто порабощен греху. Именно говорит оно, делающий грех есть раб греха, и того считает свободным. Кому дарована свобода божественной благодатью, ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греховного. Римлянам 8.2. Вполне очевидно, что красотой пророк называет воплощение. Называет же он нашу плоть красотой не по ее природе телесной, но ввиду возможного для ее носителя совершенства в добродетелях. Так телу Господа усвояется великолепие не потому только, что оно тело, но потому, что он не сотворил никакого беззакония, и не было лжи в устах его. Господь воцарился, в красоту облегся. А Исаия говорит, что и всех людей Господь облечет и украсит, как невесту. Исаия 49.18. Здесь царь Христос представляется как бы вооруженным воином, возлагающим на себя некоторые доспехи тленного тела. Именно тленного. Конечно, не одинаково с людьми он вооружается, а как... Слушай, когда мы, люди, вооружаемся, то делаем это для защиты слабого от сильного. Бог же, будучи сам могучим, крепким и сильным, воспринимает бренное и слабое тело не в унижение себе, но чтобы в его слабости обнаружить свое безграничное могущество. Так именно он отвечал на просьбу Павла, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается. И блаженный апостол, прекрасно уразумев сказанное ему в одном месте послания к Коринфянам, в свою очередь и говорит, Ибо немощное Божие крепче человеческого. Облегся Господь силу, то есть домостроительству. Воссиявшее воплощение послужило проявлением его силы. Что сильнее этого честного и святого тела? Что крепче? Посредством тела он победил бестелесных лукавых духов. И крестом низложил противные силы. Вникни дальше. Препоясался. Не означает ли подвергнуться ограничению? А в таком случае, когда в святой и бесконечной природе угодно было заключиться в теле, не то чтобы она подлежала ограничению сама по себе, но возможность ограничения явилась здесь вследствие явления во плоти. Тогда-то справедливо можно было сказать, «Облегся Господь силой и припоясался, и что следует далее, ибо утвердил вселенную и не подвигнется» Псалом 92.1. Итак, после того, как в первое время грех поколебал вселенную, спаситель, придя, водрузил крест и тем утвердил вселенную. «Ты, си, Петр, и на сем камне созижу церковь мою врата, да не одолеет ее». И Павел, «Ибо твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Два слова произнес Господь. «На сем камне сози, жду церковь мою врата, да не одолеют ее». Не употребил он длинного периода слов. Не сказал «Я создал церковь, и ни цари, ни правители, ни гонители, ни палачи, ни мудрецы, ни простецы, ни викии» не одолеет ее, потому что неодолимо и непобедимо царство Христово. Но одним словом обозначил ее могущество и простым выражением укрепил обещание. «На сем камне сози, жду церковь мою и врата, да не одолеют ее». Два слова. Непростые слова, но Божие. «Тот, кто словом утвердил небеса, кто словом положил основание земле, он же и церковь создал, и вселенную укрепил и утвердил, так что она не подвижется». «Припадем же, возлюбленные к нему утвердившему вселенную, и будем плакать и умолять, чтобы по его, человека, любию и неизреченной силе, оставаясь твердыми и неизменными на непоколебимом и несокрушимом основании, мы ему же восстылали всегда славу и благодарение с Отцом и Святым Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь».